208 детей из многодетных и малообеспеченных семей Владимирской области бесплатно отдохнули в этом году в Словении. В их числе и Антон Лукьянов со своей мамой. Оксана по профессии парикмахер и узнала о программе социального отдыха от одной из своих клиентов. Пошли в соцзащиту, в управление, написали заявление. Вот полтора года мы стояли в очереди и ждали, когда наступит наш звездный час. В семье Лукьяновых трое детей. Самому старшему Антону 12 лет, его младшим братьям 4 и 3 года. Поехать все вместе они не смогли, потому что по программе возраст детей должен быть от 7 лет. За границу семья никогда не выезжала. Да и на отечественный курорт в последний раз выбирались 5 лет назад. Мы хотели за границу, ну вообще на море очень хотели, потому что не было возможности. Дети маленькие были постоянно, какие-то финансовые затруднения. Хотели на море в этом году, на наш юг хотя бы. Ну вот так повезло нам, что настала наша очередь. Я хотела на море, увидеть море, ходить по пляжу, порыбачить. Но несмотря на предоставленный шанс, мама с сыном до последнего сомневались, лететь или нет. После трагедии с российским самолетом в Египте Антон боялся летать. Страх удалось преодолеть уже после того, как самолет оторвался от земли. Я боялся, очень я боялся, в школе это боялся. Мы летели очень высоко, ну прям над облаками. И прям земля вся была в каких-то квадратиках, геометрическими фигурами. А небо? А небо? Ну там много его было. Ну как горы они, облака были. По программе отдыха, владимирские дети на неделю останавливались в горах, на термальном курорте Термочатыш. Купались в бассейнах с лечебной водой, играли в аквапарке, ездили на экскурсии. Еще одну неделю провели на берегу Адриатического моря. Впечатления о Словении остались самые радужные. Когда приехали, еще вот нас удивило, поднимали наш флаг российский под гимн в отелях. Что в первом, что во втором. Под гимн, очень нас там встречали хорошо. Все было организовано, у нас были конкурсы. Что еще тебе понравилось? Мне еда. Шведский стал там, ну, что хочешь, то и берешь. Вместе с Оксаной и Антоном в Словении отдыхало еще более ста человек из разных районов области. В основном мама с двумя или тремя детьми. И даже одна семья с пятью детьми. Из поездки привезли фотографии, сувениры, ну и, конечно, воспоминания о том, что смогли увидеть и что удалось преодолеть в себе. Татьяна Гордеева, Стас Трегубов, Губерния 33.